Всем привет! В этом ролике я представляю вам отбойный молоток МОП-2 из серии МОП, молотки отбойные пневматические и Индекс-2. Данные молотки отбойные пневматические, предназначены для отбойки угля различной крепости, добычи мягких руд, разрыхления грунта, пробивки проемов и отверстий в кирпичных стенах зданий. При этом, скажу так, производитель заявляет, что энергия единичного удара данного молотка 39 джоулей, вернее, скажем так, даже не меньше. Частота ударов 22,5 удара в секунду. Мощность 875 Вт и масса молотка 7,4 кг. Длина молотка без инструмента 510 мм. Смотрим, так и есть. Всё верно. Для подвода сжатого воздуха к молотку применяется рукав с внутренним диаметром 16 мм. Отбойный молоток данный МОП-2, также МОП-3 и МОП-4 работает со сменным инструментом, который имеет хвостовик вот такой формы и размером 24 на 70. Что это значит? Это 24 диаметра и 70 мм. Это у нас длина. Потому что у всех стандартные одинаковые хвостовики. Итак, это могут быть Пика П-11, которая в данном случае представлена, и Пика Зубила П-31 и Пика Лопатка П-41. Молоток МОП-2 это самый лёгкий молоток из серии МОП. Это его преимущество. Небольшой недостаток, ну это сравнительный недостаток, то что он слабее всех остальных. Слабее в каком плане? По энергии удара. Ну и своей же линейке МОП. Следующий за молотком МОП-2 идет помощнее, это МОП-3. Дальше идет МОП-4. И МОП-4 разделяется на одноручный и двуручный. Одноручный это подразумевается, что можно схватиться только одной рукой. Взять одной рукой. Двуручный это можно одновременно двумя руками взять здесь и здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Вот как выглядит упаковка отбойного молотка МОП-2. Это картонная коробочка и такие пластиковые стяжки, которые запаяны с нижней стороны. Сейчас откроем и посмотрим комплектацию отбойного молотка. Открываем коробочку. И смотрим. Упаковано достаточно хорошо. Так, у нас здесь имеется, вижу сам отбойный молоток в пакете, в темненьком пакете. Сейчас я его достану дальше документы. Это в данном случае я вижу паспорт. Должно быть и руководство по эксплуатации. Да, оно будет ниже. И комплект запасных частей. Сразу это концевая пружина. Вижу клапан, тарельчатая пружина. Гайка накидная, ниппель и резиная втулка. Покажу дальше, как открою пакетик. Как из себя выглядят эти запчасти. А сейчас достаю отбойный молоток из пакета. Вот молоток. МОП-2. Прям так и написано. МОП-2 ТЗК сделано в Томске. Серийный номер 100195. И дата изготовления 22.06.2020 года. Вот такой отбойный молоток. Так, дальше что у нас имеется. Паспорт. И руководство по эксплуатации. Как и говорю. Все, как разбирать. Как принцип работы. Разборка, сборка молотка. Все указано здесь. Характеристики. В данном случае. Вот таблица. Сравнительная таблица. Где МОП-2 молоток, МОП-3 и МОП-4. Все есть. Паспорт. Обращаю ваше внимание, что эти молотки имеют серийный номер. Это я уже сказал ранее. И такой же серийный номер должен быть в паспорте. Обратите внимание, написано 100195. Помимо того, что от руки написано в паспорте, есть еще голографическая наклейка. С тем же серийным номером. Видно вам? Вот она переливается. Это говорит об оригинальности этого молотка. Если не совпадает, в крайних случаях, в крайних случаях, может, перепутали, но, скорее всего, это либо контрафакт, либо подделка, либо какой-нибудь Китай. Начинаем разбирать наши запчасти. И, действительно, мы здесь обнаруживаем. Это концевая пружина, которая держит пику в стволе отбойного молотка. Дальше втулка надевается на пику, чтобы не растягивалась концевая пружина. Затем диппель, на который надевается рукав 16 мм диаметра и вставляется в футорку. Вот сюда. И гайка накидная, которая уже будет удерживать ниппель. И вот так, таким образом, закручивается. Так. Дальше. Осталось у нас пакетик. Это уже точно запасные части, потому что такие уже стоят на молотке. Это царельчатая пружина. Она работает вместе, совместно с коробкой клапана и клапан. Многие говорят, пиццаковый клапан. Ну, это просто клапан. Такой тоненький клапан с полированной поверхностью. Теперь, чтобы можно было использовать отбойный молоток наш в работе, необходима пика, концевая пружина, втулка резиновая и сжатый воздух, который должен подаваться через шланг. Это опять будет чуть попозже. Так. Вместо пики можно использовать зубило P31 либо лопатку P41 пику лопатку. В нашем случае покажем просто, как вставляется пика, как всё это надевается, как это готовится. Итак. Сначала мы на пику надеваем втулочку резиновую. Она необходима для того, чтобы пружина концевая не растягивалась при работе отбойного молотка. Дальше. Концевую пружину сюда, сверху, пику вставляем и на на стволе есть канавки специальные для навинчивания, накручивания концевой пружины на молотку. Таким образом, накручиваем. Дальше. Есть на концевой пружине вот такой выступ или, скажем так, углубление. Вот здесь это называется замок. Вот этот замок должен совпасть с вот этой выемкой в стволе. Для чего? Для того, чтобы пружина не открутилась. Так как отбойный молоток это у нас, скажем так, инструмент ударного действия, он подвержен вибрации. От вибрации, сами знаете, постоянно все откручивается. Поэтому для надежности делается вот такая выемка, а это замок. Защелкивается и пружина не откручивается, пика не вылетает. Вот, в принципе, в этом состоянии почти, ну, надо защелкнуть. Защелкнуть можете, кстати, просто обычным молотком достучать и защелкнуть. и так же в обратную сторону выщелкнуть. Подача сжатого воздуха в отбойный молоток происходит через ниппель при помощи рукава резинового или, в простонародье, шланги. Шланг, в данном случае, на 16 миллиметров. Вот, таким образом, надевается и сверху затягивается железным хомутом во избежание, что при давлении не сорвало рукав. Надеваем хомут и затягиваем хомут. Все держится крепко и надежно. Вот, это идет подключение. Таким образом, подключается отбойный молоток. Дальше, если вам, к примеру, надо поменять молоток на более мощный, это, к примеру, МОП-3 или МОП-4, у них все универсальное. Гайки накидные стандартные, универсальные, подходят ко всем молоткам. Поэтому, шланг остается подключен. Вы просто откручиваете накидную гайку, перед этим обязательно сбрасываете давление в шланге в рукаве. Путем перекрывания крана на самом компрессоре, потом дорабатываете, выпускаете из шланга, из отбойного молотка, путем нажатия включения отбойного молотка в работу. Давление сбрасываете и только тогда откручиваете накидную гайку. Иначе это так стрельнет вам в лоб, что мало не покажется. все. Рукав рукав отдельно, молоток отдельно. Сняли, открутили, поремонтировали, разобрали, смазали, обслужили молоток и потом опять надо работать. Взяли гайку накидную накидную накрутили. вот таким образом. Одной рукой, конечно, мне неудобно это делать, но мысль ясна. Наживил я гайку, теперь вот показываю. И затянули. Все. Опять молоток готов к работе. подали воздух и молоток стал в состоянии готовности. Как он работает? Нажали на рукоятку, воздух пошел в ствол, в ударник. Ударник ударяет о пику и возвращается в исходное положение отработанными газами, отработанным воздухом. И таким образом происходит каждый раз удар ударника в пику, а пика уже в кирпич, в мерзлый грунт, иногда в бетон, конечно, это не разрешается, в асфальт или в какой-нибудь лет. Таким образом мы познакомились, провели небольшой обзор молотка МОК-2. Молоток отбойный, пневматический, синтексом 2. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...